А в стране за год на 9% подорожало молоко. И теперь оно обходится потребителям в среднем на 30 тенге за литр дороже. В больших семьях уже ощутили, как сказались на бюджете, новые прайсы. Эльмира Ержанова узнавала, с чем связано удорожание любимого продукта. В патронатной семье Житесовых молоко едва ли не главный продукт. Ведь хранительница очага Аман Гульжитесова должна подумать об утренней каше аж на 21 ребёнка. Только на семерых детей из них уходит целый казан. Остальные сейчас в школе и на кружках. В день, когда делаем кашу, много молока используем. Есть дети, которые пьют чай с молоком. Некоторые просто молоко пьют. В день мои дети выпивают около 20 литров. По данным портала «Энерджи Пром», за год молоко выросло в цене в среднем на 9% по республике. Назвать точную цифру в тенге довольно сложно. Ведь разброс цен на этот продукт в разных регионах просто огромный. В большой семье только за одно чаепитие расходуется около 1 литра молока. Ведь в основном детки любят пить чай именно с молоком. Держи. Цены на молоко часто превышают стоимость завозных напитков. При том, что по большей части производят его у нас в Казахстане. Треть всего производства молока приходится на североказахстанскую область, алматинскую и акмолинскую. На цены образования влияет жирность продукта и регион. Иначе как объяснить, что молоко в Кустанайе жирностью 3,2% в тетропакете обойдется максимально в 305 тенге за литр. Тогда как в Алматы оно же может стоить 560 тенге. Общий рост цен производителей молока объясняют, конечно же, инфляцией. Подорожали корма, подорожали энергоносители. То есть это общее подорожание. Если посмотреть в общем тренде, то в принципе сегодня подорожание на молочную продукцию не превышает уровня инфляции. Производители также ссылаются на сезонность. Мол, каждую зиму цены немного растут, так как сокращается удой. Однако, по данным портала Energyprom, именно в этом январе производство молока в стране ощутимо увеличилось. За месяц почти 50 тысяч тонн продукта. А это на 10,5% больше, чем в прошлом году. Эльмира Ержанова, Замат Кубигенов, Информбюро, Октябрьская область. Смотрите Информбюро на YouTube. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро, когда нужна честная информация. Продолжение следует...